Но то, что у них силы для нанесения удара есть, это безусловно. То, что армянская армия гораздо слабее, это тоже. То, что армия не прошла достаточного обучения в ведении современных военных действий. Это как было перед Второй Карабахской войной, так и осталось по сей день. Ну, что делать? Армения должна укреплять свою оборону. Армения должна перестроить свою армию, сделать ее маленькой, но сильной, мобильной, хорошо вооруженной. А это требует времени, в том числе обучения персонала. Ну, по крайней мере, площадки есть для этого обучения. В той же Сирии работа с дронами, ну, пожалуйста, сирийский вариант наших действий. Он показывает, что можно прекрасно справляться со всей этой мишурой. Ну, да, действительно, некоторые из них, это просто так вот на коленке сделанное летающее средство. Из пластика, пластмасс или даже дерева. Кстати, даже такие были. Но с начинкой, с электронной современной начинкой, которую, естественно, все эти бородачи исламские выдали бы, сами сделать не могли. Это не исключено. Все это поставлялось им достаточно активно и не только турками. Турки были, так сказать, по средним, которые это все закупают и готовят всю эту публику для удара. Ну, кстати сказать, публику надо было останавливать в Сирии, потому что сейчас она в Карабахе. Более двух тысяч боевиков там все-таки есть. Семьями туда их переселяют, потому что надеяться на то, что сейчас будет массовое переселение так называемых азербайджанских беженцев, не приходится. Я благодарю вас за ваш лайк. Я благодарю вас за подписку.